Здравствуйте, дорогие зрители! Древние мудрецы советовали, ты должен, отправляясь в путь, назад взглянуть, вперёд взглянуть. И именно это мы сейчас и сделаем. У нас в гостях замечательный дизайнер Ксения Саевич. Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте, Татьяна! Вы знаете, вот есть одежда, которая имеет глубокие корни в древности, актуальна сегодня, и я просто уверена, что будет востребована в будущем. Вы поняли, что речь уже идет о вашей оваленной одежде. А почему именно этот вид материала вы выбрали для работы? Во-первых, я очень люблю фактуру. Я люблю работать с фактурой, и войлок — это просто огромный простор для самовыражения, для любого художника, для любого творца. Также я хотела бы оговориться, что в первую очередь всё-таки я считаю себя художником, нежели дизайнером. Вот, войлок скорее подходит для художественного воплощения каких-либо идей, потому что дизайн всё-таки более направлен на промышленность, на промышленное производство, и здесь войлок, конечно, тоже существует в незабвенных валенках, различных там жилетах и так далее, но всё же войлок — это менее промышленный материал. Дело в том, что войлок даёт возможность не только человеку поиграть с цветом, фактурой, но и широкое поле для эксперимента, потому что очень многие дизайнеры вводят туда самый невероятный материал. Вот что бы вы ввели в такой тёплый, податливый войлочный арт-объект? Во-первых, я обожаю вводить шёлк, атлас, шифон, различные такие играющие ткани, немного блестящие, немного какие-то вот на пике, что называется. Вот, потом обязательно сочетание кожи и войлока. Совершенно неожиданные сочетания. Ну, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, оно очень такое вот, как бы, наводит. В смысле, наводит... Две контрастные фактуры, да? Гладкая такая поверхность с интересными рельефами, да? Да, да, да. Работа на контрасте. То есть, может быть, к примеру, лакированная кожа и фактура мелких чешуек змеи, там, питона, и фактура войлока, или фактура шёлка с войлоком, тоже очень интересная, богатая. Вероятно, слайды нам помогут сейчас увидеть, как может выглядеть кожа рептилии в руках умелого мастера. И несколько слайдов, которые мы сейчас видим, прокомментируйте, Ксения, пожалуйста. Да, это последняя моя коллекция, вечерние клатчи, небольшие, туда может вместиться совсем немного, кредитная карточка, мобильный телефон, помада, пудреница и всё. Вот, собственно, всё, что нужно взять с собой на какой-нибудь праздник, вечеринку. Светская леди, да? Да, да, светская леди. Вот, да, несколько моделей из последней коллекции. Здесь рептилии, металл. И на одном из следующих слайдов будет кожа страуса. Вот он как раз. Неужели это кожа страуса? Да, кожа страуса. Вот в такой вот необычной форме, оно в форме яблока. Я бы считала, что кожа страуса несколько напоминает кожуру яблока в данном исполнении. Хорошая ассоциация. Вы знаете, в переводе клатч означает схватить, прижать. Вот мне очень хотелось какую-то из ваших сумочек именно схватить и прижать. Да, их хочется. Они пользуются большой популярностью. Вот последние несколько месяцев я этой коллекции прожила. Знаете, среди наших зрителей, вероятно, юные художники, которые мечтают реализоваться в каком-то интересном материале. И я зашла на несколько сайтов, где делятся подростки своими ощущениями о будущем. Все хотят быть дизайнерами. Им кажется, что это такая простая профессия. А вы можете какие-то сложности этого большого дела нам... Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что начать учиться на дизайнера сейчас, в наше время, несложно. Очень даже просто. Для этого даже не нужно заканчивать художную школу. Можно прийти, походить немножечко на курсы, и тебя возьмут с удовольствием. Ну, если еще на платное отделение, так вообще замечательно. Вот. Но из всех отучившихся многочисленных выпускников художественных и дизайнерских вузов, дизайнерами и художниками становятся, я думаю, что несколько процентов. Вот. К этому нужно быть готовым. Очень жесткая конкуренция. Я бы не хотела, конечно, отговаривать людей, если человек видит себя в этом, если он себя хочет в этом попробовать. Я считаю, что нужно пробовать. Вот. Отговаривать я никого не буду. Хотя, конечно, я думаю, что человек, попробовав и поняв, что это не его, он может потом совершенно спокойно уйти в другую сторону. Мне кажется, современный дизайнер – это не только человек, который выплескивает свою творческую энергию, как ему хочется. Ему нужно знать рынок, нужно знать, какой товар захотят купить люди. Это абсолютно верно. Это то, что отличает дизайнера от художника. Если художник – это человек широкой души, который может позволить себе творческую смелость, полная свобода, можно сказать. Ну, не полная, но с оговорочками, конечно, но свобода. То дизайнер – это совершенно другая профессия. Не нужно эти профессии путать. Дизайнер – это тот, кто… Прагматик. Да, более прагматик, конечно. Он должен просчитывать, он должен знать технологию, он должен учитывать то, как это будет воплощено в промышленных условиях, делая, к примеру, образец. Вот, поэтому… А еще он, наверное, должен быть экономистом, психологом, юристом, потому что он заключает договоры, он берет на вооружение последние достижения рекламы, да? Потому что продвигать товар сегодня очень непросто, действительно, вы говорите. Очень непросто. И должен быть в курсе модных тенденций. Нужно постоянно ходить на выставки не только художественные, но и специализированные вот в сфере дизайна. Которые делают его художником. Да, в сфере промышленности. Раз вы разделили дизайнер и художник, то дизайнер, он все-таки должен учиться и композиции, и умению работать с цветом, и обогащать свою фактуру как-то… Вот Иоханн Ситтен, если вспомнить школу Баухаус, он, в общем-то, действительно готовил дизайнеров, да, прикладников. И, несмотря на это, он обогащал их палитру какими-то неожиданными ассоциациями. Он заставлял их, допустим, на ощупь, вслепую ощупывать какие-то предметы и потом на этих ассоциациях делать уже свои коллажи, искать для них творческий материал в подвалах, может быть, на чердаках, в сундуках у бабушки. А вот вы часто используете какие-то материалы неожиданные? То, что бы меня вдохновило, я могу сказать, что постоянно… у меня мозг так устроен, что я постоянно, где бы я ни находилась, я постоянно преобразую то, что я вижу или то, что я слышу, то, что я чувствую, преобразую в какие-то вещи. Либо это панно для интерьера, либо это какая-то абстракция или графика. А вот панно, которое здесь представлено на студии, у него есть название, ассоциативная какая-то связь? Названия у него пока нет. Оно было сделано по мотивам японской графики. Я увлеклась японской графикой, посмотрела множество книг, залезла в интернет, смотрела, читала. И у меня вот родилось панно. Это одно панно из серии. Их всего пять. Вот. Оно такое небольшое по сравнению с другими. Вот. И, в общем, ассоциации, конечно, есть. То есть я вдохновлялась вот японской графикой. Оно для какого-то определенного интерьера или вы его делали просто вот по собственным ощущениям и не думая о том, какое место он займет или в чьем-то доме, или в собственном? Ну, поскольку это панно, все-таки это прикладная работа, поэтому я не могла, конечно, не думать о том, где это будет применяться. Вот. Я представляю себе интерьер вполне конкретный. Однако я делаю оговорки, что человек, которому это панно достанется, в конце концов сможет его интерпретировать как-то иначе от того, как я изначально себя представляю. То есть хозяин панно будет волен его использовать в различных интерьерах. У меня был интересный опыт общения с японскими дизайнерами. Это была группа женщин после сорока. Они все с художественным образованием. Это были и керамисты, и текстильщики. Но женщине в Японии нельзя реализоваться, пока есть супруг, который должен кормить семью. И вот когда у одной из женщин, муж, который был главой строительной фирмы, он умер, она вынуждена была занять его место. И они организовали такую студию «Дом глазами женщины». И эта студия стала такой востребованной. Вот именно женщины разных областей художественного приложения смогли создать, видимо, такой дом уютный, да, где были на достойном уровне сделаны керамические вещи. И какая-то галька интересно разрисована. И, в общем-то, мне кажется, женщинам иногда стоит объединяться. А вот вы работаете самостоятельно или можете работать в каком-то художественном коллективе? Я бы сказала, что не в художественном коллективе, а скорее в коллективе тех, кто понимает лучше меня в продвижении продукции, в технологических каких-то вещах. Вот сейчас, например, у меня очень крупный заказ. Вот, коллекция клачей, которые будут презентоваться главным редакторам журналов, вот самых наших известных, глянцевых, самых вот, ну, понимаете, о чем я говорю. Вот я разрабатываю линию, пока все идет хорошо. Сейчас на этапе уже начала вот запуска производства. А с чего начинался творческий путь, Ксении Саевич? Наверняка молодой дизайнер спит и видит быть суперраскрученным, супервостребованным, да? А вот как делаются первые шаги? С чего начинается? Ну, я бы, во-первых, хотела сказать, что я не хочу быть супервостребованным. Я просто делаю то, что мне нравится. Мне это легко делать, то есть я не напрягаюсь для этого. Вот. С чего начинался путь? Начинался он очень-очень рано, то есть я рано стала это все делать, но я не сразу поняла, к чему меня это приведет. То есть я стала дизайнером раньше, чем я мозгами стала дизайнером, я бы так сказала. Вот. Ну, если говорить о первых каких-то победах, то это, несомненно, приглашение на показ на Московском международном кинофестивале. Это, пожалуй, первая вот такая крупная для меня ситуация, когда меня заметили на студенческом простейшем показе. Ну, точнее, не простейшем, конкурс шага будущего. Вот это совет молодым студентам, что каждому студенческому показу, ну, что там студенческий показ, нужно готовить соответственно этой музыкой. Ну, я скажу так, нужно чувствовать, когда нужно готовить соответственно, а когда можно и немножечко схалтурить. Потому что все-таки все мы понимаем, что всегда быть готовым ко всему невозможно. Нужно стараться, когда, если ты чувствуешь, вот, интуиция своей доверится, если ты чувствуешь, что это важное событие, то лучше к нему приложить побольше усилий и делать там больше, чем на 100% с запасиком. Ну, вы знаете, ориентироваться на чужое мнение, допустим, важность. Мне кажется, что человек, который делает по ступенечкам творческим собственные какие-то шаги, он к каждому, ну, кажется, маленькому творческому событию для себя готовится внутренне. Да, да, да. И внутренняя готовность, она всегда должна быть с высокой планкой. Нельзя под эту планочку прогибаться, потому что к этому быстро привыкаешь. Ну, да, я не согласна. А вот мама, папа, они художники, они создают своей творческой энергией тоже определенную среду, да? Вы видели рядом рисующую маму, папа, замечательный график. Это как-то помогает или наоборот, ну, допустим, есть девочки, у которых мамы шьющие, они не шьют категорически, да? Или хочется сделать все наоборот. Вот. У вас был союз или вы видели минусы в работе? Нет, в работе я минусов не видела, это однозначно. Союза тоже не было. Скорее, ну, я, конечно, не могу сказать, что я стала вопреки художникам. Но и были... У меня папа достаточно жесткий человек, он умер, к сожалению, вот, его нет в живых, поэтому я говорю в прошедшем времени. Он очень жесткий человек и очень так категорично относился к моим работам. Вот, поэтому я сейчас это меня закалило настолько, что я очень спокойно отношусь к любой даже самой жесткой критике. У меня в университете было много случаев, когда девочки после очередной развески, сессии развеска, это художественное понятие, плакали, когда им поставили там оценку не ту, на которую они рассчитывали. Я это никогда не понимала, мне казалось, что... То есть была своя оценка внутренняя, вероятно? Ну, я просто закалена, вот, в плане критики я могу выслушать любое, даже самую разгромную критику. Значит, папа вас закалил как сталь, да, несмотря на то, что вы работаете с теплым материалом, войлоком, и мы посмотрим еще несколько слайдов. И я думаю, что мы дадим свою оценку, и она будет сурова и очень справедлива, потому что я неровно дышу к вашим работам, они настолько великолепны. Ксения, вот я говорю без иронии, действительно, обычная шерсть, которая попадает в умелые руки и расцветает всеми цветами радуги. Да, там шелка много и фетра тоже, помимо шерсти. Но шерсть, конечно, основа. Также, можете обратить внимание, что в основном сумки с подкладкой. Я считаю, в валеных сумках это просто неотъемлемая часть, подкладка, просто их делают практичными и сохраняют их долговечность. Работы просто сказочные, действительно, здесь чувствуется какая-то сказочная основа, наверняка. А вот что помогает, работая, кто-то музыку включает, кто-то в окошко смотрит, как листочек падает, да, и сразу японская тема возникает, как только шуршит лист о подоконник, да? Вот что вам помогает? Музыка помогает, энергичная в основном, чтобы... Я человек вообще достаточно ленивый, то есть мне нужно постоянно себя заставлять. Но я думаю, что не одна я такая. Вот, поэтому я включаю в себе достаточно энергичную музыку, часто рок-н-ролл, вот, чтобы в себя как-то вот такой стимул был внутренний. И стараюсь не обращать внимания на вдохновение или его отсутствие. Всё-таки это моя профессия, поэтому тут уже нет такого. Вы знаете, я скажу, почему вы включаете рок-н-ролл. Я сама работаю с войлоком, и ребёнок релаксирует, работая с тёплой пеной, с мыльным раствором. Хоть он и в перчатках, но это же тепло. И когда он опускает, как в тесто, руки, да, вот в эту тёплую валеную массу, у меня был мальчишка такой, достаточно заводной, и ему преподаватель говорил, Федя, иди на рукоделие. И Федя работал ручками, он поглаживал этот чехольчик для мобильного телефона, и он засыпал иногда. Вот я вхожу, и вдруг Федя спит рядом с этим чехлом. И действительно, чтобы не уснуть, чтобы не попасть вот в унисон с этими очень тёплыми-тёплыми волнами валенными, может, вам действительно нужен зажигающий рок-н-ролл? Ну, нет, скорее не для этого всё-таки, потому что когда я работаю, у меня идёт вот какое-то вдохновение, оно приходит уже тогда, когда ты начинаешь работать и уже поработал. Сделал какие-то подготовительные этапы, там сделал какую-то основную раскладку шерсти, и начинаешь уже вот творить, вот если это по ног, к примеру, то есть уже идёт работа с графикой, там какие-то шёлковые места, в общем, с фактурой. Вот, то это очень бодрит само по себе. Вот, и чтобы ещё больше это усилить, вот тогда рок-н-ролл, да, помогает. Донна Каран говорила, что самый, ну, такой универсальный вариант одежды – это чёрное шерстяное джерси, потому что фон для любого аксессуара, для любого украшения просто идеален. Но я бы, вот если бы я рядом с Доной Каран сидела, ей бы сказало, что есть уникальные аксессуары, Ксения Саевич, браслеты, сумочки, мелкие украшения, которые дополняют не только чёрный вариант джерси, но вот как вы представляете девушку, которая идёт с вашей сумочкой? Какая она? Очень разные. У меня такие разные заказчицы. Это и сотрудницы, работающие на телевидении, и в каких-то крупных компаниях, занимающие там… То есть бизнес-леди какие-то? Да, 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 именно. Бизнес-леди. И абсолютно творческие люди, которым бизнес – это что-то такое непонятное для них. То есть очень разные и по возрасту тоже. То есть возрастной огромный диапазон. И мудрые, и зрелые, и юные, да? Безбашенная юность, и зрелость, и действительно уже в преклонном возрасте ухоженные, красивые дамы, замечательные. У меня вот заказывали из последнего с рептилиями, но это уже такие статусные вещи, я бы сказала. Вот. То есть я представляю себе толпы девушек. Я бы так сказала. Вы очень хрупкая. И создается впечатление, что работа с войлоком очень проста физически. На самом деле она требует достаточно, вот чтобы вывалять сумочку, хорошо ее свалять, чтобы она была плотненькая. Да, да, да. Вот сейчас мы улыбаемся и говорим, я сделала сумочку, и никто не видит, сколько труда физического туда вложено. Я вспомнила легенду библейскую о возникновении войлока, когда в Нойвом Ковчеге овцы терлись спинками друг от друга, и падающая шерсть попадала, там был пот, мочевина, и копытами эти животные взбивали войлок, да, и первую кошму, которую достали из-под копыт этих животных, с удивлением разглядывали люди. Но их взбили копытами, да? А вот юные тоненькие пальчики, они погружаясь в шерсть, действительно достали... Вот сколько нужно часов работы, чтобы очень плотно и хорошо свалять сумочку, небольшую? Я думаю, три часа. Три часа? Три часа энергичной работы. Это похлеще, чем, наверное, какой-то сложный тренажер, да? Все-таки у профессиональных валяльщиков есть свои приемчики, которые очень хорошо упрощают жизнь и дают сохранить ручки нежные, юные. Ну, конечно, перчаточки. Перчаточки, разумеется. Есть также виброшлифовальные машинки, которые ускоряют процесс валяния в несколько раз. Вот. Хотя, несмотря на то, что машины применяются повсеместно, все равно ручную работу, как бы ее ничем не заменить, все равно доваливать приходится вручную. Вот. Но я, конечно... С одной стороны, да, это тяжело. С другой стороны, это так приятно, что... Когда из-под твоих рук выходит маленькое чудо, было ничего и вдруг превратилось в нечто, да? Даже если не чудо, все равно приятный сам процесс. Он медитативный, приятный. И если еще и какие-то эмоции возникают в процессе, там, вдохновение просыпается, это здорово. И мы сейчас увидим несколько слайдов, когда на подиум выходят девушки с роскошными сумками. Представим, что звучит музыка, да? Да, да, да. И эти девчонки показывают, как нужно выглядеть, чтобы быть современной, актуальной, востребованной и креативной, да? Это коллекция «Авангард». То есть это, конечно, не предполагает ношение на улице. Это моя студенческая коллекция, еще пока я училась. Вот. На конкурсе «Адмиралтейская игла». Замечательный питерский конкурс. Да, да, да. Отличный конкурс. Правда, сейчас я считаю, что его уровень несколько снизился, но тогда он был еще на пике. Вы знаете, вы напрасно говорите, что эта коллекция не для улицы, потому что она совершенно жизненна, да? Да. То есть из коллекции «Мастхэв» взял, повесил на ручку и вперед. Ну, у меня, на самом деле, после выхода этой коллекции, после того, как я в своем блоге выложила фотографии, вот через некоторое время еще и видео, у меня посыпались заказы на эти сумки, которые я вообще даже и подумать не могла, что их кто-то соберется носить, вот взять вот так вот и пойти вот с этой вот такой торбой. А сами вы такие вещи с удовольствием носите? Могу сказать, что нравится видеть на других. А сами? Сама, ну, я на себя как-то меньше смотрю, я бы сказала. Вот сейчас у меня только начинается тот период, когда я могу себя представить с какой-либо своей сумкой. Вот, так что про меня вот сапожник без сапог – это абсолютно верное утверждение. Вот, мне нравится одевать других. На себя, может быть, пока или в времени, что ли, нет. Ну, в общем, как-то пока себя я обделяю вниманием. Это ошибка, ошибка дизайнерская и пиар-ошибка, потому что… Да, возможно. Да? Да, я сознаюсь в том, что это моя ошибка, да, я это сознаю, но пока все-таки я в начале своего пути, сейчас пока вот опять-таки вернусь к этому огромному заказу. Заказы – это замечательно, но мне кажется, что прежде всего вот элемент востребованности, что вы нужны, важны и актуальны. И это, наверное, самое главное, вот это греет душу, потому что иногда даже не коммерческий успех какой-то, я не знаю, бренд раскручен, а удовольствие от того, что как можно больше людей узнают о красоте и уникальной технологии, уникальном материале. Для меня это тоже сложный вопрос, поскольку, вот еще, это, наверное, будет ответом на то, почему я сейчас не ношу, например, свои сумки. У меня столько заказов, а я работаю сейчас фактически одна, вот, конечно, я уже думаю, уже, думаю плотненько о помощниках, о том, кого я буду себе набирать в помощь, вот, и просто вал заказов, их очень много. Для меня одной их очень много, поэтому я сейчас не думаю о том, чтобы меня везде знали и меня везде видели. Ксения, мне хочется пожелать вам огромных творческих успехов, пришло время попрощаться с нашими дорогими зрителями и напомнить замечательную фразу Юбера Живенши. Женщина не просто носит платье, она в нем живет, поэтому живите красиво, всего вам доброго и до новых встреч.